здравствуйте дорогие друзья настало время нам серьезно поговорить минуту тема для разговора у нас с вами сегодня будет необычная настолько же необычная насколько сегодня необычный мой макияж последнее время от вас я все чаще слышу сообщение на тему того как ты рисуешь стрелки ну то есть как я рисую стрелки обычно я рисую их вот так я могу вы вот так вау вот так вау вот так могу я даже не верю что это сейчас на моем лице находится как будто не я рисовала хотя кстати визажистами рисовали стрелки еще хуже чем я рисовала их сама да это возможно на самом деле это совсем не повод для того чтобы гордиться но я им почему-то горжусь почему если вы недавно проявились на моем канале и не понимаете что происходит обязательно подпишитесь тогда вы будете понимать больше потому что если вы подпишитесь и будете смотреть мои видео то вы узнаете много интересного подпишись тык в какой-то момент скилл рисования стрелок в моем случае поднялся с уровня адского дна как-то так если представить что дно это здесь то сейчас я нахожусь где-то здесь самое время снять видео про стрелки чтобы вы понимали насколько все было плохо предоставлю вам это или это ну или в крайнем случае это настроение быть гиперактивный топик слишком сильно сдавливает не смущайтесь и меня не смущайте есть множество способов научиться рисовать стрелки способ номер один для продвинутых вы смотрите видео пизажистов обучаетесь у вас получается в первого раза вы молодец способы номер два для еще более продвинутых для сверх разума вы можете рисовать стрелки просто потому что вы можете вариант мода и пересмотрели все туториалы перепробовали все ваши варианты подводок и у вас ничего не получается как раз моя остановочка в моей непростой стрелочной ситуации я допускал достаточно много ошибок но также много я смотрелась возможных обучающих туториалов. Все они были не самые полезными. И лицом, а после просмотров миллионов обучающих туториалов, которые должны были научить меня рисовать стрелки, было таким. Вот таким. Давайте пройдемся по ошибкам, которые мешали мне рисовать стрелки вообще. Любые. Это основные инструменты, при помощи которых рисуются стрелки. Гелевая подводка, тени, тени и жидкая подводка. Она же лайнер. Также самые внимательные узрели здесь скотч, потому что также скотч является неотъемлемым инструментом для того, чтобы рисовать себе идеальные стрелки посредством вот этого лайфхака. Налепила, нарисовала. Большинство обучающих видео, которое я смотрела, такая неразумная, начинались с того, что все рекомендации были использовать гелевую подводку. Что я хочу отметить? Гелевая подводка это действительно вещь. Это действительно вещь. Но вещь не для всех. Не для меня. Тени. В других уроках было сказано, что лучше всего учиться рисовать стрелки именно тенями. Потому что тени не такие черные. Уничтож. Потому что тени не такие контрастные. Потому что тени всегда можно перерисовать. Хотя на самом деле любую подводку тоже можно перерисовать, но речь не об этом. И в очень малом количестве случаев упоминается именно подводка как универсальный инструмент рисования стрелок. Почему я сегодня говорю целый день слово инструмент? Ах, да. Потому что у меня ремонт нескончаемый. Мое лицо, когда у меня нескончаемый ремонт. Но освоить технику рисования стрелок мне помогли именно жидкие подводки. Будучи блогером, подводок у меня было много. Только по этой причине. По любой другой у меня бы их не было. Не будь я блогером, я бы даже не покупала подводку, потому что никто не рекомендовал покупать лайнер. И так как у меня подводки были, в один момент я пробовала и решила, что надо бы попробовать, может быть, с подводкой подружиться. Потому что в ТикТоке маленькие девочки рисуют стрелки подводкой, и у них получается шикарно. А я... А я... А я... Тогда я достала мою подводку. Совершенно рандомную. Первую, которая была в моем косметическом столе. Это ничего не дало. Если вы думали, что секрет подводки... Это не так. Однако, получается нечто вот такое. Вы полностью регулируете нажатие, вы регулируете цвет, и вы регулируете толщину хвостика. Чего не получается сделать, если мы берем, например, гелевую подводку. Потому что кончик не получается настолько узким. Он получается куда более широким, даже с самой тоненькой кисточкой. Видите? То есть здесь достичь этого эффекта гораздо сложнее. Видите, в чем проблема гелевую подводки? Он дает как будто эффект растушеванной стрелки. Например, вот такие вот стрелки. Вот эту еще, может быть, я бы вытянула этой подводкой при помощи консилера, которым я бы замазала узенький тоненький маленький хвостик. Но я бы никогда не нарисовала вот эту графичную форму. Не используя скошенную кисть, не используя круглую кисть, потому что как минимум ее размер, он сильно больше, чем грифель фломастера-лайнера. Видите, это достигается гораздо сложнее. По всему мораль, если у вас нет проблем с формой стрелки, и вам реально нравится стрелка, которая получается, но вам не нравится как она выглядит, потому что у нее какой-то неправильный цвет, или она недостаточно графичная, или она недостаточно тонкая, или, возможно, вы просто не можете своей стрелкой нарисовать что-то вот такое вот хитрое, попробуйте обычный самый лайнер. Фейл номер два. Но на самом деле это будет один из самых важных фейлов, так что заблинайте внимательно. Я очень долго не могла понять, какого хрена у меня ничего не получается. Ни один лайфхак не обеспечивал мне нормальную стрелку. Как оказалось, практически у каждого человека есть асимметрия. Ну, это нормально иметь какую-то асимметрию. И в моем случае у меня веки абсолютно разные. Абсолютно разные. Одно полу нависшее, другое со складками. И как в этой ситуации быть до момента, пока до меня не доперло? Если у вас разные глаза, стрелки нужно рисовать по-разному. Да. Стрелки нужно рисовать с учетом того, чтобы корректировать форму своего глаза. Если вы скорректируете форму глаза так, что один глаз будет похож на другой, ваши стрелки автоматом будут выглядеть симметрично. Ну, а если вы будете просто рисовать стрелку так, чтобы с этой стороны было идеально, с этой стороны идеально, даже если вы будете делать это с линейкой, я так делаю, и получалось говно. Ничего лучше, чем вот этого у вас не получится. Я пересмотрела реально миллиард просто всевозможных туториалов, и никто ни разу про это не сказал. Я доперла до этого сама, потому что я поняла, что как бы одинаково я не рисовала стрелки на глазах, у меня, блин, стрелки получаются разными. То есть они выглядят абсолютно по-разному, хотя нарисованы абсолютно аналогично. Использовала даже трафареты, не помогло. Поэтому сейчас на моих глазах абсолютно разные стрелки. Если вы здесь видите, здесь треугольник есть, здесь она более прямая. Это потому, что глаза-то разные, но по факту эти стрелки разными не выглядят. То есть если, конечно, вы будете сидеть сейчас поставить стоп-кадр и будете присматриваться, да, вы увидите, что они разные, но так никто не делает в жизни. Никто никогда не поймет, что у вас разные стрелки, если они одинаково корректируют ваш глаз. Момент номер три. Брови. Брови и стрелки вещи из одной категории. Брови должны стрелки дополнять, и стрелки должны дополнять брови, и вообще между ними надо поставить знак равенства. Когда я осознала, что надо рисовать стрелки, по-разному, чтобы глаза выглядели одинаково, я поняла, что очень часто получается так, что у меня какой-то скорбный, скверный и вообще унылый вид. Хотя стрелка вообще была не унылая, а с намеком на то, что я типа такая дерзкая кица. Тогда я стала думать над бровями, они были прямыми. И до меня дошло. Если вдруг у вас, как и у меня, когда вы рисуете стрелки, получается очень унылое, какое-то грозное, вот такое вот непонятное вообще лицо, это значит, что брови нам нужно, во-первых, завысить, а во-вторых, придать им изгиб. Иначе. Получается фигня, и какая красивая стрелка не была, вид у вас будет вот такой. Такой вид не надо. Стала рисовать бровь со взлетом, ситуация улучшилась еще многократно. Следующий момент, я бы сказала, что он четвертый, но пусть будет четвертый, раз уж сказала. И этот момент, длина брови. Обратите внимание на мою бровь и на мою стрелку. Моя стрелка супер длинная. Если закрыть мой глаз и убрать эту стрелку и посмотреть вот так вот отдельно на бровь, то бровь кажется просто гигантской. Посмотрите, насколько бровь длиннее, чем конец моего глаза. Тут нарисована подводка и не потому, что это хитрость, а чтоб вы оценили длину наглядно. Чем длиннее стрелка, тем длиннее бровь. В идеале они должны быть на одном уровне. Вот естественная длина моей брови сейчас. Как видите, я нарисовала огромную жирную стрелку. И выглядит это убого при таких маленьких бровях. И дорисовываем бровь до того момента, где кончается стрелка. Уже выглядит не так плохо. Очень часто можно услышать такой совет, что стрелка обязательно требует прокраски водной линии. Не уверена, что на русском это называется так, но на английском это называется waterline, поэтому я привыкла говорить waterline. На самом деле я так никогда не говорю. My English is very good. Hello, you know. Короче говоря, я никогда не прокрашиваю так называемый waterline, и я не могу сказать, что без этого выглядит плохо. Потому что у меня очень, 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 очень чувствительные глаза. Стоит туда что-то впихнуть, они краснеют. Поэтому я впихну сюда красные линзы. Подожди. Обратите внимание на разницу в глазах. Если мы надеваем к нашим стрелкам большую линзу, а практически любая цветная линза, она увеличивает глаз, мы получаем эффект огромных глазищ вместе со стрелками. Очень красивое сочетание. На фотках получается вот. Кстати, пожалуйста, подпишитесь на мой инстаграм. Я очень ради него стараюсь. Раньше я рисовала стрелки, глядя вот в это зеркало. Я сидела примерно вот здесь, смотрела туда и красила стрелки так. Оказалось логичным и очень удобным, потому что ты сидишь перед большим зеркалом, и вроде как ты все видишь. Но нет. Такое зеркало оказалось гораздо лучше. Под примерно вот таким вот углом я смотрю на зеркало, чтобы мой взгляд был сверху него. Рисую четкую, ровную, прямую линию. Я не делаю вот это вот движение. Вот это вот. Я думаю, вы поняли. Вот оно. Вот так не надо. И так тоже не надо было делать. Стрелочку мы с вами должны рисовать. С учетом того, что наши глаза разные, если они разные, а не с учетом того, что я здесь поставлю идеальную стрелку, здесь я начерчу кучу пунктирных линий, совмещу все это при помощи линейки и транспортирую еще и циркуля, чтобы был идеальный угол. Все равно получится хрень какая-то. Я так делаю. Просто заценить разницу в глазах. Стрелка есть, стрелки нет. Беру лайнер зеркала, приближаю вас поближе. Бровь я тоже сотру, чтобы все было четко. Рисую стрелку вот отсюда. Прямую, ровную стрелку. Получилась немного изогнутая линия. Это мое анатомическое строение, потому что у меня здесь сильно выпирает кость, и как бы я ни старалась, прямая стрелка не получается. Если у вас так же, ждете момента, когда это подсохнет и потом к этому возвращаетесь. Рисую абсолютно напрямую линию. Так. Я рисую прямо поверх вот этого вот углубления, вот этой вот складки. Вожу их вместе. Если я делаю так, конечно, видно, что это не стрелка, а сраный треугольник, но я же так не делаю. Вот это папа-памород, меня ужалил пчела павку рот. Уже не такое треугольное, не так ли? Закрашиваю. Вот это папа-памород, меня ужалил пчела павку рот. Вот это папа-памород. Стрелка готова, она уже подсохла. Уже выглядит неплохо, но с этой стороны выглядит не очень, поэтому вот эту зону я чуть-чуть опускаю вниз, совсем каплю так, просто чтобы эту зону сделать более ровной. Добавляю буквально по миллиметру. Далее есть два способа. Первый способ. Берем какой-то достаточно темный оттенок, продолжаем стрелку. Уже выглядит лучше. Вариант номер два. И продолжаем нижний ряд по нижним ресницам, по границе нижних ресниц. Если вы вдруг не понимаете, реально не понимаете, откуда нужно рисовать вашу стрелку, морально приготовьтесь к тому, что вы потратите на 3-4 часа своей жизни. Им настолько понадобилось мне, чтобы таки втыкнуть, откуда конкретно нужно рисовать нижнюю линию. Это гораздо сложнее, чем кажется. Но как только вы поймете, откуда вам нужно рисовать нижнюю линию, у вас все будет просто... Если у вас есть складки на веки, или если ваши глаза глубоко посажены. Откуда рисовать стрелку? Я начинаю рисовать стрелку ровно, начиная с момента, как заканчивается мой нижний ресничный край. То есть я рисую стрелку, как вы видите, не вот отсюда, то есть не от белка. Я рисую не от белка. Если бы я рисовала от белка, моя стрелка должна была быть вот так. Я думаю, что даже не надо ее рисовать, чтобы понять, что это булшит какой-то. Но я так рисовала, потому что так обучали. Следующий лайфхак, который рекомендуют практически все, когда учат рисовать стрелки, это использовать накладные ресницы. Как вы видите, у меня нет накладных ресниц. Я их не использую, потому что я пока еще не научилась их клеить. Но, когда я все-таки их клею... Правда, я на это могу потратить от 40 минут и больше, но иногда же у меня это получается. Когда я нормально рисую саму стрелку, я понимаю, что абсолютно никакой разницы с супер черными накладными ресницами и с моими обычными ресницами, которые я предварительно подкручиваю керлером, нет. Из чего можно прийти к выводу, что стрелка, которую вы нарисовали правильно в соответствии с вашей формой глаза, не нуждается в огромных ресницах, чтобы скрыть все косяки. Если вы делаете плюс-минус кривую стрелку, вы накладываете огромные ресницы, и вроде как это маскирует, и вроде как даже не совсем видно косяков, но вроде как бы это облажался. Если совсем печаль будет со стрелками, но вы хотите научиться их рисовать, рисуйте. Странные, графичные, они, мэтик-ток, я не знаю, готические стрелки. Чем страннее и причудливее они будут, тем лучше. Фантазийно это когда так. Совсем другой вид, и глаз стал еще больше. Да, кстати, если вы спросите меня, как рисовать маленькую обычную стрелку, я вам не расскажу, потому что к моим глазам такие стрелки не подходят. Кто бы мне их не рисовал, и это я не оправдываю себя, они просто мне правда не подходят, потому что моя маленькая стрелка теряется вот за вот этим вот непотребством. Потому что если вы научитесь рисовать такую странную стрелку, а ее, кстати, рисовать проще некуда, вы потом научитесь рисовать самую обычную ровную прямую стрелку без вот этих вот нижних загаулен. Ставьте лайк, если это видео было вам полезным. Обязательно поделитесь со своими подругами, потому что я уверена, они скажут вам большое спасибо. Я бы сказала, мои подруги, спасибо. Всем спасибо за просмотр, и всем пока. Обязательно отмечайте меня в инстаграме, я буду лайкать ваши сторисы, потому что давайте учиться рисовать стрелки вместе, и у вас все получится.